Так, давайте, три-четыре. И земной наш не падает, кто же подвесил его? Скажи, поймай, яблоня, выросли из ничего. Все он, Бог и глупо, землю создал, развернул небеса. Все он, Бог и глупо, горы создал, моря и леса. Разве из рыбки получится кошка, чтоб рыбку хватать? Разве лягушка научится так же, как птица летать? Все он, Бог и глупо, титцы в небо и в крылья даны. Все он, Бог и глупо, созданы и муравьи, и слоны. Спорить не буду, мой милый, сам выбираешь часа. Хочешь быть цельного и плыть, или вселенной дворца? Все он, Бог и глупо, жизнь здорово мог и мне, и тебе. Ты как бежала, так и бежишь вперед. Ты не замечаешь? Не падай, вон он. А, ну стань, отзывай. Чистите, стань. Отодвинь тебя чуть-чуть. Вань, ну еще ты тащишь, ты стоишь. Вы сначала так много. Вы чего? Все, садитесь. Давайте я вам сегодня прочитаю молитву оптинских старцев. Вы ее, конечно, слышали, ее читают, как правило, во время утреннего правила. На воскресенье? Нет, почему? Вообще? Вообще, молитва «Последний оптинский старцев». Это очень известная молитва. Ее многие знают наизусть. И я могу вам даже раздать здесь крупным шрифтом. И дома будете учить тоже наизусть. Она вам пригодится. Очень хорошая молитва. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой, на всякий час сего дня. Во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и с твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Шесть, да? Шесть качеств, чтобы у нас было в течение дня. Так? Хорошая молитва? Угу. Внимательно слушали. Вот скажите так вот общими словами, о чем эта молитва? Чего мы в этой молитве просим у Бога? Кто как понял? Ксения. Ну, я поняла, что мы просим у Господа, чтобы Он нас сохранил в днем, и чтобы, ну, чтобы мы не огорчали никого в этот день, не обижались, если нам что-то, ну, не сделают выходной. Как всегда выходной, какие-то радости, ну, там, развлечения. Ну, это сегодня выходной, а вообще? Ну, вообще, ну, чтобы мы не огорчались. Ну, здесь всегда пометочка, какая идет после каждого, что, что, даже если возникнет какое-то огорчение, как здесь говорится, чтобы все принять как от Бога, со спокойной душой, с твердым убеждением, что на все святая воля твоя. И на это огорчение, значит, тоже была воля Божья. Господь так сделал, что вот что-то не состоялось. Вот вы наметили что-то, куда-то сходить в гости к Ливии, да, в воскресный день посетить Ливию. А раз, и эта поездка не состоялась, в гости не сходили, ты огорчилась. Нужно понимать, это так, что, может быть, Господь это разрушил эти планы, принять это как от Господа. Это, Господь, а может быть, если бы вы поехали, застряли бы или попали в аварию, но Господь разрушил эту поездку, чтобы вам избежать каких-то несчастных случаев, понятно? То есть на все, во всем, во всех каких-то случаях, все, что с вами происходит, нужно всегда искать волю Божью. Что на это, значит, была воля Божья, не огорчаться, не расстраиваться, понятно? Ливия, что хотел добавить? Я хотела сказать, что мы в этой молитве как бы просим, чтобы Бог сохранил нас, помогал нам за весь день. Ну, как бы вот прям, чтобы сохранил в этой молитве, нет, а здесь говорится о том, чтобы Господь научил нас, как поступать, да, научил и руководил нами, и все, что происходит, помог нам принять, как это все от Него, от Бога, понятно? Просишь что-то, не хочешь ничего добавить, проси меня. Что ты из этой молитвы запомнила? Мы здесь видим, что мы просим у Господа со спокойной душой встречать все, что происходит, полностью предаться воле Божьей, что всегда помнить, что на все святая воля, чтобы Господь нас наставлял, поддерживал, и все, какие бы мы события и какие бы новости не узнавали, принимать их как от Бога, во всех словах, чтобы Господь нами руководил, во всех чувствах, чтобы мы прямо и разумно действовали, вот этого не запомнили? Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей. О семье сказано, да, что у вас у всех большие семьи, у кого сколько, шесть человек в семье, у других пять человек в семье, то есть семьи состоят не из одного человека. Некоторые вот живут один человек, ну и там еще кошечка там или собачка, друга себе там приобретут. Все, живут одни, вот их семья, а у вас у всех, у всех здесь семьи очень большие, многодетные, да, и вот чтобы вы между собой не ссорились, никого не огорчали, здесь именно вот об этом говорится. Не огорчали маму с папой, конечно же, но не огорчали, особенно малышей ничем не обижали, ничего у них не отобирали, чтобы не было никаких капризов, расстройств в семье. А также, Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня, чтобы Господь еще нас и укрепил. А вот последнее, давайте запомним наизусть. «Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь». «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь». Так, первого поняла Ксения. «Научи меня молиться, верить, прощать, надеяться, терпеть и любить. Аминь». А кто еще? «Леонида, научи меня». «Научи меня верить, молиться, верить, любить, надеяться, терпеть, прощать. Аминь». «Последнее – любить, первое молиться, последнее – любить. Лера, повторишь? Лера, ну попробуй. Научи меня. Так, кто еще попробует? Давай, Фросиня попробует. «Научи меня молиться, надеяться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь». «Дома попробуйте, и на следующий раз уже точно произнесете все. Тарас, не хочешь повторить? Афелина? Афелина, руку не поднимаешь. Что руку не поднимаешь?» «Так, все? А Нестор повторит? Нестор повторит, я знаю, он уже все запомнил. Давай, научи меня молиться. Так. Верить. Ну давай дальше, что ли? Что еще помнишь? Говори, и любить, аминь. Раздобнулся. Все. Все, камеру убрали, оживился. Ты что? Стеснительный какой мальчик. Ну все. Вот, если кто-то хочет дома учить эту молитву, я подарю вот такую распечатку. Вот здесь вот они будут лежать, я их оставлю. Я специально принесла раздать. Кто-то хочет, возьмите. Крупный шрифт она печатана. Мы каждую субботу это читаем. Папа, реально, ты говоришь. Так. Я хочу, мне взяла сегодня сходить, почитаем еще. Давайте. Еще есть время, нет? Мы не будем на рождество. Так, на рождество, давайте поговорим на рождество. Бим-бом. Нет, спектакль мы не будем. Бим-бом. Ты хочешь бим-бом спеть? Да. Ну это такая детская песенка. А давайте дети-то у нас по-любим-бом, там, не знаю, Тарас, или они самые маленькие. Самые маленькие. Я не маленький, я уже в школу хожу. Ну ты в настоящую школу ходишь, ты только в музыкальную ходишь. Ну ты будешь руководителем маленького. Ты будешь вот, да, вот поэтому мы тебя петь и ставим, потому что ты в музыкальную школу ходишь. Да? В музыкальную. А на чем ты там играешь? На гитаре. На гитаре. Так. Я кого спрашивала? Его. Ну а почему ты отвечаешь? На гитаре играешь? А покажи, как ты ее держишь. Вот так. Вот так? И как ты, пальчиками играешь? Ты пальчиками играешь или такой специальной штучкой? Нет. Ну-ка покажи, как ты ими играешь так. Ух ты. А там как, теми пальчиками что-то делаешь уже, нет? Нажимаю. Нажимаешь уже? Вау. Ну, Тарас, ты потом нам сыграешь хоть? Может быть, ты принесешь на Рождество какую-нибудь маленькую пьеску нам уже сыграешь, да? Сможешь? Мы очень хотим посмотреть. У нас больше нет музыкальных инструментов. Только у Леонида, у Ливи и у меня. Ну, это мало. Ну, Ливи, мы не заставим, тащим свое портепиано сюда. У нас только два инструмента, но хватает на всех. Ну вот. А у Леонида что? Скрипка. Так, а Леонида почему нам до сих пор ни разу ничего не сыграла? Ты уже сколько лет в музыкальной школе учишься? Сколько? Два года в миг. Третий год уже ходит? И ни разу... Ты-то можешь скрипочка у тебя маленькая, принеслина? Да, я уже долго. И вы тоже свой баян приносите? Да, мы в школе искусством. Да нет, это не наш баян. Мы нашли гармонию его, все. Нет, не наш это в школе. В школе баян? Ну, у вас же дома какой-то старенький есть? Э-э-э, это гармошка только. Ну, гармошку принесите, сыграйте. Это гармошка баян. Бабушки на Рождество послушают. Не умеете на гармошке? Дом, дом, мы. Мы на баяне. Да. Подождите. Будете лечить. Подождите. Не лечите. Подожди, а дома вы на чем репетируете? На баяне школьном. И вы его каждый раз на занятия 5 километров туда-обратно таскаете? Ой, там есть, это, в школе есть свои. А, свой, а дома? Мы туда дали, его репетируем. Понятно. Ну, а вы еще на каком еще у вас? А, на формияну, да? На пианино. Это кто? Енафа? Енафа, Фросин, и у меня три. У меня что-то учится. Маленькая собачка, Фросин. Подождите, а кто на баяне так? Ты-то? Я и Енафа. А, на двух инструментах. Мам, давай. Она бегает туда-сюда, туда-сюда. И туда, и сюда. Ой, какие дети. И туда, и сюда успевать. Ничего себе. Ну, я хожу только на баяне, и то у меня... Ну, в общем, что-нибудь готовьте к Рождеству, какое-нибудь музыкальное произведение. Не забудьте поискать стихи, выучить стихи. Хорошо? Угу. Меня никто не заставляет ищите. Найдешь? Оно такое охраненное. Да, здесь есть синтезатор, если что, можете сыграть потом на нем произведение. А я играю, это, я играю только этим. Так, ну все. Все ищем стихи, чтобы на следующей неделе уже определились, кто какое стихотворение. Чтобы не было у нас повторов ни у кого. Понятно? Если кто не сможет найти стихотворение, обращайтесь ко мне, я поищу. Ну, сейчас уже все можно через интернет найти рождественские стихи и песни. Что? А книжку? Да, сейчас уже пойдем. Мам, а что так и не будет, мы просто мне стихи перенесем? И песни. Ну, может быть, какую-нибудь сценку, я не знаю, еще не смотрела. Вы пока свои стихи ищите, учите. Там Едар вот что-то хотела, какую-то сценку, да? Угу. Что-то там она говорила, надо будет позвонить ей спросить, чтобы я опоздала. Ну, все, наверное, пойдем. Ну, окна у нас будет. Сейчас там уже дочитывают и будет это, уже начнется, потому что большинство там молитв меньше будут читать. Так, не забудьте, пожалуйста, пламяется хорошо. Покажи, где, Леониду, перекрестись. Ой, Абрюша, перекрестись. Так. Как пальчики, запомните? Пальчики. Подскажите, кто как пальчики держит. Вот я иногда смотрю на вас, вы вот сюда перекреститесь правильно, а потом руку распустили и вот сюда вот просто рукой уже открыто. Я не буду говорить, кто так делает, но руку расслабляйте. Вы до конца держите, если уже перекреститься, до конца так, как взяли вначале. Понятно? Рукой вот так не надо махать, вот на плечо или куда-то в подмышку. Понятно? Я за вами иногда смотрю, как вы креститесь. Креститесь правильно, хорошо? И еще, к алтарю спиной не вставайте. Когда идете ко кресту, иконы целовать, разворачивайтесь и стоите вот так вот в очереди. Стойте лицом или боком к алтарю спиной. Ну а вот так вот, вот так можно идти. Обязательно разберемся спиной. Переступим шагом. Все. Все, потихо, потихо.